всем привет и сегодня у нас очередное видео и сегодня мы поговорим про объективы какие они вообще бывают чем они отличаются надеюсь что это вам поможет выбрать если вы недавно себе купили камеру в душе не представляете какой объектив вам нужен потому что дофига не все какие-то разные непонятные названия зачем еще все нужны я тоже был на этом месте мне это все поливая не понимал честно говоря я помню что когда мне купили первую камеру подарили рождение это вот эту вот самую зеркалку sony то что у нее объективы меняются я узнал через пару лет ну как бы гордиться особо ничем но имеем что имею на самом деле поэтому я хочу сейчас вам помочь тем кто не совсем разбирается в том какие есть объективы чем они отличаются короче очень много говорю давайте переходим дел в общем объективы мы сейчас поделим на два вида основных объективу нас делится на зумы и на фиксы кстати если вот английские названия кого-то интересуют зум понятно что по-английски также будет зум фиксы по-английски называются prime они обычно говорят prime lens то есть если вы где-то встречаете у вас prime lens то знаете что это фикс это не премиальное стекло премиальный объектив это фикс сначала короче мы с вами поговорим про зумы что собственно такой зум и зум объектив это объектив в котором есть возможность менять фокус на расстоянии за счет движения элементов внутри объектива то есть понятно что мы можем стоять на месте взять какой-то широкий угол потом приблизить ближе там какой-то портретик пол роста поясной уж крупный план взять все это можно сделать не сходя с места естественно фиксы у них есть только одно фокусное расстояние которое они покрывают то есть это 50 миллиметров и все то есть вы с ним ничего не сделаете если вам надо как-то изменить композицию вам надо будет ножками играть назад опыт сначала мы с вами поговорим про зум объективы их можно тоже условно поделить на три категории это у нас широкоугольные зумы например 12-24 10-20 16-35 все это вот широкоугольные зум объективы дальше это универсальные соответственно у нас я не знаю зачем на самом деле это был не широкоугольный объектив зачем в руках держал универсальные зумы но это вот китовый например то вот типичный объектив универсальный 18-55 также есть 24-70 тоже универсальные объективы 15-45 как стоит вот сейчас на камере на которые снимают это все универсальные зум объективы и дальше у нас есть соответственно длиннофокусный зум объективы или еще телевики их называют то есть типичные примеры объективов 70-200 70-300 бывают там 100-400 200 600 это все вот длиннофокусный объективы телевики если говорить о преимуществах зумов то как я уже сказал это преимущество заключается в том что мы можем приближать отдалять не исходя с места иногда бывает очень удобно когда вы можете подойти близко ограничены чем-то то есть естественно они более универсальные один объектив по сути вот сочетает себе несколько если мы для примера возьмем вот этот объектив не очень хороший объектив на самом деле но просто для примера я взял то есть в нем есть по сути объектив 18 миллиметров 24 28 35 и 50 то есть сколько таких типичных раз два три 4 5 5 объектива по сути вот сочетает себе он один и по стоимости один зум объектив но не вот этот конкретно это понятно дешевая фигня в один даже нормальный зум объектив будет стоить дешевле чем 5 фиксов хорошим то есть счет этого вы выигрываете если мы говорим о нестатках зумов то это опять же цена потому что один хороший зум будет стоит дороже чем один какой-то фикс конкретный игры именно про хорошие зумы понятно что дешевых китовых зумов многое дешевые но не качество дает такой себе еще один еще один из самых зум объективов это то что они обычно проигрывают фиксам по резкости за счет того что в одном объективе точно несколько по сути приходится чем-то жертвовать обычно этого резкости и качество у зумов похуже чем у фиксов компактность тоже не является преимуществом зумов потому что обычно за счет того что они создачивать себя опять же несколько по сути объективов они больше они больше то есть вот это вот у нас допустим объектив 70-300 и для 70-300 на самом деле он вообще небольшой тем более светосилен объектив тем здоровее он будет то есть зум 70-200 f2.8 вот вот такой сравнивать с этим еще один недостаток зумов это как раз это сила светосили они фиксам проигрывают если фиксы вы можете получить со светосилой f1.4 то самый вот крутой по светосиле зум который я видел это 1 f1.8 это уникальный в своем роде только вот сигма выпускает такие зум объективы светосилы f1.8 у двери компания таких не видел кажется у нас окажется на микро 4кан обычно у зумов светосила максимально это f2.8 больше я знаю только три объектива все от сигма у них там f1.8 и f2 также если говорить про отличие зумов то зумы бывают механическим приводом когда вы все можете руками крутить и также бывают зумы с электронным приводом вот он у меня сейчас стоит на камере на самом деле я его не очень люблю за это потому что зумируется все это отвратительно вот как вы сейчас сами видите а на самом деле зумы могут выдавать отличную картинку но только хорошие качественные зумы не дешевые и тем более не китовые только один есть китовый объектив это фуджи у фуджи есть китовый объектив который по общему мнению дает нормальную картинку а китовые зумы обычно фигня полная то есть они проиграют фиксам вообще не фиг делать так но еще один момент разум объективы это светосила они у нас бывают с постоянной светосилой с перемен этот например у нас объектив с переменной светосилой то есть у него на 70 миллиметрах максимальная диафрагма составляет f4 на 3 штах уже f5-6 соответственно на объективах с постоянной светосилой она будет постоянно например в 70-200 f28 а у него будет как на 70 f28 так и на 200 тоже f28 это очень удобно но такие объективы обычно более дорогие естественно и здоровые далее мы проговорим про фиксы они же объективы с фиксированным фокусным расстоянием у них побольше немножко видов я сейчас про все расскажу а начнем с самого низу это сверх широкоугольные объективы или объективы еще типа фишай похоже это фокусные расстояния 8 6 то есть они захватывают реально очень много пишая и захватываю больше 120 градусов у них обзор и выглядит все немножко в бочке далее это широкоугольные объективы для широкоугольных объектива фокусное расстояние 12 16 18 20 24 35 все это вот считается широкоугольной оптикой кстати вот хочу отметить что все фокусное расстояние вся вот эта характеристика будет действительно для полнокадровых камер если вы не очень разбираетесь в форматах камер то посмотрите мое предыдущее видео про камеры вам будет все понятно так про широкоугольники я сказал дальше у нас идет объективы с нормальным углом зрения это объектив 50 миллиметров вот он 50 миллиметров считается чем с нормальным полем зрением то есть как мы глазами видим так вот этот объектив захватывает на полном кадре то есть на других форматов это будет уже не так дальше у нас идут объективы так называемые портретные 75 85 90 100 135 тоже принципе условно причислить к этому дальше у нас тут длинофокусные объективы соответственно 35 и туда вот дальше больше 600 дальше когда надо снимать что-то очень далеко обычно такими объективами пользоваться фотографы дикой природы иногда спортивные какие-то фотографы дальше у нас идут специализированные объективы это макро объективы макро объективы отличаются от обычных они могут быть на самом деле любого фокусного расстояния они отличаются от обычных объективов тем что фокусируются могут фокусироваться ближе к расстоянию объектива то есть если на обычном объективе у нас минимальное расстояние фокусировки например здесь 34 сантиметра то нам макро объектив может фокусироваться на объекте который находится очень близко камеры за счет этого выдавать прикольное макро изображение которые все так любят еще один вид объективов фиксов это tilt shift объективы это такие творческие объективы которые могут сдвигаться по посередине по отношению к своей сверх-вниз и вправо-влево выдавать вот такую интересную картинку наверняка вы видели эти вот фотографии которые вот как город снимают как будто это миниатюра какая-то творческие объективы у них очень скажем узкий круг применения они обычно не очень дешевый это наверно последний объектив который стоит покупать я бы лично вот себе нельзя в принципе вот это все виды фиксов также сейчас поговорим еще чем в принципе могут отличаться объективы еще объектив у нас отличается по байонету штука байонет байонет это собственно вот крепление камеры которые цепляется объектив соответственно каждого каждого производителя типа это разный сейчас у каждого производителя уже по несколько соники этого зеркальный байонет и беззеркального то есть объектив от одного производителя на другую камеру вы не поставить только через переходник это уже тема для отдельного разговора то есть когда вы покупаете выбираете ведь его надо смотреть на бн и чтобы он подходил к вашей камере также объективы различаются по светосиле как я уже говорил обычно чем светосила объектива больше тем он дороже стоит но естественно картинку может давать интереснее за счет этого но хотя опять же тут под какие цели вы его использовать если вы снимаете портрет то обычно чем больше светосил тем прикольно если вы снимаете пейзажи то вам особо светосилная оптика ты не нужно светосила у нас определяется значением f значение диафрагмы если вы сейчас видите двигается сюда вот это у нас допустим объектив f1 и 4 достаточно светосильный объектив в 18 так далее вплоть в 4 5 6 чем ниже значение в чем у нас будет ниже глубина резкости больше размытия фона то есть сейчас вот это видео снимается f4 поэтому фон и на задний не очень сильно размыт если бы состоял объектив например f1 и 4 то картинка была бы вот такая также у нас объектива отличаться приводом фокуса фокус может быть автоматический автофокус или механически то есть полностью мануальный объектив когда вам надо все крутить самому фокусироваться руками в автофокус должен быть разный там может быть звуковой отверточный куча разных видов тоже самое актуальное только звуковой без шума старайтесь посмотреть объектив вот именно с таким фокус с приводом фокус еще один момент объектива которыми не может отличаться это у нас наличие стабилизатора он как бы он или либо есть либо его не на объективе на который сейчас снимаем есть стабилизатор изображения соответственно уменьшает тряску какую-то когда она есть помогает как он и фото так для видео на всех остальных объективов у нас стабилизатор уменьшен также объектив у нас могут отличаться по количеству оптических элементов которые в них внутри стоят то есть там может быть разное количество это меньше где-то больше обычно чем их больше тем объектив дороже также они отличаются по самому качеству стекла естественно есть объективы премиальные у sony это например серия называется чем мастер канона это сервис объективы они дают офигенно крутую картинку обычно но стоит космических нереальных денег как бы тут уже в каждой для себя решает стоит она давай также объективы могут отличаться тем что у них может присутствовать кольцо диафрагма вот как здесь у нас есть то есть здесь она есть например здесь его нет может быть переключатель фокуса автоматический механический разные бывают еще на объектив программируемые кнопки здесь переключатель с макром обычного есть например кнопки блокировки фокуса также бывают то есть какие-то вот разные разные элементы на объективах могут быть соответственно кольцо диафрагмы добавляет удобства что вы можете как в камере крутить диафрагму так и нет и если это мануальный объектив то только на нем можете крутить диафрагму также есть объективы которые специально заточены под видеосъемку их обычно очень легко определить так как у них вместо значения f написано значение t для видеосъемки он считается более точным эти объективы как правило все мануальные автофокус и видеосъемки особо не используются профессиональные поэтому все эти объективы обычно без автоматического фокуса сейчас мы посмотрим на название разных объективов и как это все дело расшифровывается если вы встречаете там в магазине смотрите вот что это все значит вот например объектив canon ef 70 200 миллиметров f2.8 или usm что это все значит canon е сразу понимают что это объектив для канона байонет и полнокадровый канонский байонет 70 200 то есть мы сразу понимаем что зум фокусное расстояние от 70 до 200 дальше f2.8 значит что постоянная светосила объектива f2.8 на всех фокус на L как я уже говорил что стекло премиальное и usm это ультразвуковой фокус следующий следующий пример fujinon xf 1855 f284 o и s то есть тут мы сразу понимаем что fujifilm xf естественно байонет fujifilm для их зеркальных камер формата и psc 1855 естественно это тоже зум диафрагма здесь она у нас не постоянная что вот на 18 миллиметрах у нас будет f28 максимальная диафрагма на 55 миллиметров это у нас будет f4 и у с то значит то что в объективе есть стабилизатор фактически следующий объектив sony fe 35 миллиметров f1.8 sony fe это sony полнокадровые камеры 35 миллиметров соответственно понимаем что фикс f1.8 то есть фиксов светосила всегда постоянно еще один объектив посмотрим canon ef 100 миллиметров f2.8 l macro is usm огромное такое название соответственно что здесь canon ef то мы понимаем что это канонский объектив на байонет еф полнокадровый 100 миллиметров фикс длиннофокусный f2.8 диафрагма фиксов она всегда одна l премиальный объектив я уже говорил макро что объектив может фокусироваться на близком расстоянии к объекту is у канона так называется стабилизация это означается и и сам это как я уже говорил ультразвуковой мотор я надеюсь это видео было полезным на вас я постарался сделать небольшой гайд по объективам если он конечно не получился больше 20 минут чтобы вы могли разобраться в всем огромном мире объективов выбрать себе если вы ищете объектив если вам понравилось видео обязательно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал будет еще видео про камеры про объективы про все вот это вот до новых встреч пока